Приветствую вас, братья и сестры! Сегодня мы будем совершать особое служение. Я прочитаю несколько стихов послания к евреям. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший по срамлению, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. И мы в этом служении, да благословит Господь каждого из нас, размышлять, мыслить о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы душами не ослабеть, чтобы в Господе укрепляться, чтобы Дух наш был бодр, потому что мы знаем, что плоть наша немощна, но Дух всегда способен побеждать плоть. Помолимся Господу. Отец наш Небесный, в этот воскресный день дети Твои пришли в Дом молитвы для того, чтобы поклониться Тебе. Сегодня у нас особый день, особое служение, и перед нами знаки Твоей любви. Ты, Сына Своего, не пощадил для того, чтобы даровать нам спасение, для того, чтобы нас с Собою примирить, Господи. И мы благодарны Тебе за жертву Сына Твоего. И в этом собрании, Господи, помоги размышлять об этом, помоги бодрствовать, приготовляя каждого из нас к участию в заповеди Твоей в этом служении. Помоги, Господи, понимать нам Твою жертву, понимать цену нашего искупления и нашего спасения и провождать жизнь свою соответственно, чтобы она была угодна Тебе. Благослови служение, благослови песнопение, благослови стихотворение, благослови слово, которое будет возвещаться. Духом Твоим святым говори к сердцам нашим. Благослови нас в этом служении. Просим все это во имя Иисуса Христа. Аминь. Будем петь общим пением. ПЕСНЯ 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 Молоденький, 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 Ты для меня спаситель, Сири и счастья снял ты, Светлым ты был водитель, Для летних мирачей. Ты для меня, для меня спаситель, И для Холковский крест, Баладжи, родные студенты, Молоденький, честь. Спаситель красавицу, Любит твоим прием, Я жить хочу с тобою, Тобой я спасен. Ты для меня, для меня спаситель, И для Холковский крест, Баладжи, родные студенты, Баладжи, верен и честь. Тебе, что спаситель, Хочу согреться я, Баладжи, твою обидеть, Баладжи, что спаситель, Баладжи, родная студенты, Баладжи, родные студенты, Баладжи, родные студенты, Субтитры подогнали Симон. 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 Крест, предательство друзей, долог от Делоросса, слезы, стоны, крики распятия, золовещий звон гвоздей. О, чем могу я оправдаться Божий святый? Вся праведность запачкана в грехах, делами, мыслями. Лишь боль я причиняю, прости за немощь, за ненужный страх. Не дай забыть твоих мучений на Голгофе, Не дай упасть под тяжестью забот. Дай сокрушение, покаяние, возрождение, освобождение И души полет. Для каждого звучат слова напоминания. Господь наш пострадал, но Он живой. Все сделал для спасения когда-то. Сегодня шаг ответный за тобой. Аминь. Спаситель Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лишь ты один умеешь так любить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Добро пожаловать в Казахстан Дорогие братья и сестры! я приветствую вас и хотел поблагодарить прежде всего вас за те молитвы, которые вы возносили, когда я болел. Ну и продолжаю, конечно. Был бы очень благодарен, если бы вы поддерживали молитвы. Я очень рад сегодня быть вместе с вами. Рад тому, что могу вместе с вами вспоминать смерть и страдания Господа нашего Иисуса Христа. Уже сегодня вот хор, стихи, пение, так много было сказано нашему сердцу. Если кто-то был внимательный, он, наверное, заметил, что Господь хочет сказать каждому из нас. Я не знаю, у меня так, иногда моя жена жалуется, говорит, слушай, говорит, ничего не слышу. Говорит, когда проповедуют, вот, говорит, ничего не слышу. Знаешь, у некоторых слух действительно слабенький, вот, и людям трудно слышать, поэтому я буду немножко громче говорить, вы простите меня, вот, чтобы те, кто, ну, может быть, плохо слышал, они могли услышать то, о чем я хочу сказать. Слово Божие говорит нам, и вот мы пропели такую песню, которая говорит следующее. «Ты для меня спаситель, сошел святых небес, оставил ты обитель всю полную чудес. Ты для меня спаситель». Вот он пришел для каждого из нас. Он пришел для того, чтобы сделать нас счастливыми, для того, чтобы сегодня мы могли радоваться, для того, чтобы сегодня мы могли прославлять его святое имя. В первом послании Коринфянам в 11 главе мы обычно читаем это место, и я хочу еще раз прочитать его. 1 стих, 11 глава, 24 стих. «И возблагодарив Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Вот почему-то Бог очень хотел, чтобы мы помнили этот день. Для этого Он оставил нам знаки свои. И Он хотел, чтобы этот день мы хорошо запомнили. Вы знаете, похожий праздник был в народе израильском, который праздновался, это праздник Пасхи. Который был установлен Богом, и его праздновали евреи каждый год. И они до сих пор празднуют некоторые, не уверовав в то, что Иисус Христос – это Бог, который пришел на эту землю в качестве вот этого акца, искупить нас от наших грехов. Так вот, Бог хотел, чтобы тот праздник они праздновали постоянно, из года в год, принося в жертву акца. И мы читаем об этом в Ветхом Завете, в книге «Исход», 12 глава, 15 стих. Здесь написано следующее. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». И я вам скажу, что в другом месте написано, что когда сын твой подойдет к тебе и спросит, что это за праздник, когда вы будете совершать, скажи ему, да, то есть объясни, почему, для чего, чтобы они помнили тот выход, который они имели из египетского плена, каким чудом Бог избавил их, чтобы они помнили. И они каждый год, когда праздновали этот праздник, заколали пасхального акца. И этот пасхальный агнец, он указывал на Иисуса Христа. И я вам скажу даже больше. Там была очень большая ответственность. Вчера мы вспоминали, вот Виктор Олимпович вспоминал о том, что когда люди приходили на праздник Пасхи, то они должны были быть чистыми, очищены и участвовать в этом празднике Пасхи. Ну вот в книге «Чисел» мы читаем такие слова. «И кто чист и не находится в дороге и не совершит Пасхи, истребится душата из народа своего». То есть Бог придавал очень важное значение к тому, чтобы помнили, чтобы не забыли этот праздник Пасхи, чтобы каждый мог участвовать. И это было напоминание. Сегодня, подобно этому празднику мы празднуем, это воспоминание смерти и страданий Господа нашего Иисуса Христа, который есть. Вот тот агнец был прообразом ангца, который пришел и отдал жизнь свою за нас, для того, чтобы сегодня мы действительно получили жизнь вечную. И об этом ангце сказал Иоанн Креститель. И он говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Это был тот агнец, который взял на себя все наши грехи, чтобы сегодня мы могли быть свободны, чтобы сегодня мы могли быть народом Божиим, и чтобы сегодня мы могли действительно помнить об этом, служить, и не только об этом. Вот наша сестра Ира, она рассказывала стих, и в нем звучали такие слова, что она говорила о том, какой путь проходил Господь, и о том, что сегодня какой наш ответ на то, что сделал для нас Господь. В книге в первом послании Петра, во второй главе, в 21 стихе мы читаем следующие слова. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Мне сегодня хотелось бы вспомнить те следы и посмотреть, о каких следах говорит апостол Петр. Вот начиная с момента вечерей, что происходило, какие следы оставил для нас Господь. Ну, прежде всего, это, наверное, след смирения и служения. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, мы читаем следующее. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их». И 14-й. «Итак, если я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Я думаю, мы все понимаем, помним и знаем, ну, многие, во всяком случае, знают о том, что история говорит, что тогда существовал слуга или работа об, ну, вот это служение, работа, как омытие ног, это делал раб, это делал человек, ну, низшего сословия. Так вот, Христос, который, ну, вместе с учениками собрался в горнице, Он не ждал, когда кто-то начнет делать. Он не искал глазами, кто может это сделать. Он взял, написано, полотенце, припоясал, снял одежду верхнюю, припоясал себя полотенцем, влил воды в умывальницу и начал умывать ноги. Он делал это ученикам, и даже Петр, который понимал, ну, Господи, ну, Ты Господь, и Ты делаешь мне это, это я должен Тебе, Петр, если не умою тебя, не имеешь счастья со мною. И вместе с Петром был там также и предатель, Иуда, который тоже был на вечере. И мы знаем, что Христос умывал ноги и Ему. Господь хочет, чтобы действительно в нашем служении, в нашем хождении пред Богом, вот в нашем воспоминании, мы, вспоминая смерть и страдания Господа, да, мы не просто вспомнили, Бог хочет, ну, Ты вот вспомнил, Ты это самое, вот этого достаточно, вкусил кусочек хлеба и глоточек вина, ну, этого достаточно, нет, Бог хочет, чтобы мы, те, которые были избавлены драгоценную кровью Господа нашего, Иисуса Христа, мы действительно взяли для себя уроки и могли последовать за нашим Господом, быть не только христианами, но учениками. Ученик – это тот, который берет уроки и притворяет в жизнь, то есть в практике своей, да, и Бог хочет, чтобы мы действительно были таковыми. Я вспоминаю, вы знаете, Виктора Сикорского, помните, да, наверное, многие, такого человека, и он говорит, когда он вышел из тюрьмы, когда пришел в церковь, он говорит, ну, когда, говорит, нужна была куда-то, кто посетит, говорит, этих бабушек? Можно я? Кто, говорит, пойдет на евангелизацию? Можно я? Кто, говорит, там отремонтирует или покрасит это? Можно я? Он везде был, он готов был служить. Он помнил слова Господа, и как он выразился, он говорит, это девиз мой, вот я, пошли меня. Как хорошо, если в нашей жизни, подобно Господу нашему Иисусу Христу, мы будем, как Он, вот я, Господи, пошли меня. Я готов взяться за любую работу, самую низкую, самую ничтожную. Я не буду презирать никого. И когда я беседовал с одним человеком, он говорит, что в церкви Божией и вообще, он говорит, мы не можем ни одного человека считать ниже себя и пренебрегать им. У нас есть это порой. Да? Бог говорит, и Он говорит, да, и Господь говорит, что мы – это церковь Божия. В церкви Божией нет ни одного незначительного человека. Поэтому мы можем и мы должны относиться с уважением, с любовью друг к другу, понимая, что это тот, за которого умер Христос. Как-то одного, я читал, у Баркли был такой пример, как-то одного человека подняли на мостовой, он был уже такой, ну, нищий, ничтожный, подняли его на мостовой и говорит, ах, это бродяга, куда его, мол, мы поместим? И он поднял голову и говорит, не называйте никого незначущим и бродягой, за кого умер Христос. Христос отдал жизнь свою, и Он ценит каждым из нас. И мы должны ценить каждый друг другом. Дальше, следующий след я хотел бы отметить, который был в жизни Иисуса Христа, который Он оставил, это след прилежной молитвы. В Евангелии от Луки, в 22 главе, с 41 стиха, наверное, мы читаем следующее. «И сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колено, молился, и говоря, «Отче, ой, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя будет. Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в барении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю». Интересно, вот я отметил для себя, что несмотря на то, что Христос молился, и эта молитва, она была написана, что он прилежнее молился. Что значит прилежнее? Это настойчивее, это значит усерднее, упорнее. Ангел пришел, укреплял, и, казалось бы, ну, ангел укрепил достаточно, наверное. Ну, я молился. Нет, он молился прилежнее после того, как его ангел укрепил. Вы знаете, в нашей жизни возникает очень много ситуаций, когда мы боремся с каким-то грехом. Вы знаете, мне очень часто приходилось бороться с моим «я». было бороться с тем, чтобы сделать так, как мне хочется, так, как я считаю правильным. Хотя я понимал, Бог хочет вот так сделать. Иногда где-то, поссорившись, я должен был с женой, первый пойти на примирение. Очень трудно было. И я молился Господу и всегда говорил, «Господи, ну вот ты видишь, мне действительно это трудно, но ты-то победил, ты, Господи, преодолел это, и ты хочешь, чтобы я в своей жизни так же само поступил». И я молился и говорил, «Господи, помоги мне, дай мне силы». Как хорошо, если мы, вот когда имеем эту борьбу, а сегодня молодые люди имеют вот эту борьбу со своей плотью, со своими похотями, впрочем, не только молодые люди, наверное, и мы с вами тоже имеем эту борьбу. И как хорошо, если мы вместо того, чтобы… Ну ладно, не получается, да? Мы прилежнее молимся и просим Господа о том, чтобы Он действительно помог нам в этой борьбе. А Он сказал, и Петру напомнил, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Петр не последовал, они уснули. Ну, понятно, и мы некоторые, наверное, засыпаем иногда, и мы некоторые иногда очень усталые и порой на молитве, ну, готовы пару слов произнести и быстрее в постель, да? И это чревато последствиями. Кто-то, кто прилежно молится, кто побеждает этот сон, «Ага, я не могу, пойду умоюсь, пойду сделаю всё возможное, для того, чтобы молиться, чтобы Бог дал мне силы и помог мне». И Бог являет эту милость. Бог благословляет, и Бог помогает в этой борьбе. И мы читаем, что ещё один момент – это какой след? Это след подчинения воле своей, воле Отца Небесного. Все мы с вами боролись, наверное, когда-то с тем, что хотелось нам, и с тем, что хотелось Богу. И, наверное, в нашей жизни были вот такие моменты, когда мы подобно нашему Господу, об этом мы читаем там же в Евангелии от Матфея, 26 глава, 39 стиха. Мне хочется прочитать это место. «Тогда, говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо своё и молился и говорил, «Отче мой, если, возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И далее, 42 стих. «Ещё отойдя в другой раз, молился и говорил, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить её, да будет воля твоя». Мы все тоже иногда, в нашей жизни бывают эти обстоятельства, вот как обстоятельства в жизни Господа. Он молился, он боролся. Вот эта борьба была сильная. Капли пота у него падали, как большие капли крови, да, мы читаем. И он молился о том, чтобы, Господи, вот моя душа, он говорит, «Господи, если, возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Он говорил о своей воле, он излагал Господу, Отцу Небесному, и в конце концов он понимал, что подчиниться важно воле Отца Небесного. И он пришёл и в третий раз, написано, молился и сказал, «Отче, впрочем, не моя воля, но твоя будет». Как хорошо, если мы в своей жизни действительно стремимся не свою волю исполнить, но волю Отца Небесного, чтобы действительно в нашей жизни имя Божие было прославлено. И очень часто эта воля, она, у воли написано, благая, угодная и совершенная. Она служит ко благу нашему, которому мы иногда не понимаем. Вот в жизни Иисуса Христа, ну, можно сказать, ну, какое благо? Да, он молился, он, в общем-то, молился, исполнил волю Отца, подчинился этой воле, пошёл, страдал, очень сильно страдал, да, и в конце концов умер. А где тут лучшее? А лучшее потом. Лучшее было, когда он тот, кто не запятнан ни одним грехом, когда Бог воскресил его из мёртвых. Вы знаете, и в нашей жизни Бог действительно, иногда один брат как-то свидетельствовал и говорил, когда я уверовал, он говорит, что для меня было три вещи очень таких, ну, сложных в жизни, которых я, ну, трудно для меня было исполнить. И он говорит, когда я вёл в Иисуса Христа, говорит, я очень любил музыку, я имел много друзей, и я, говорит, уже, ну, знакомился с родителями девушки и готов был жениться на ней. Он говорит, то есть там уже всё, уже брак практически. И он говорит, когда я уверовал, я, говорит, понял, это не тот путь. Господь хочет. И я, говорит, для меня было сложно расстаться с музыкой, но сегодня, говорит, я имею намного больше песен, музыки, которые прославляют Бога. Я, говорит, расстался с прежними друзьями, но сегодня я имею намного больше друзей по всему лицу земли. И, говорит, для меня это вот то лучшее, что Бог даровал. И третье. Он говорит, я сказал своей девушке о том, что я не могу сделать этот выбор в пользу её. И он говорит, эта девушка сегодня моя жена. Говорит, Бог сделал чудо. Сегодня, говорит, и её родители тоже с Господом. Вы знаете, когда мы подчиняем свою волю воле Божией, мы иногда не знаем, нам кажется, хуже всё будет. Понимаете? Но Бог хочет, чтобы мы поступили так, как вот Он поступал. И Он всегда для нас хочет лучшего. И это лучшее иногда не всегда такое, как нам хочется. Поэтому благослови нас, Господь, действительно помнить об этом. Следующий след, который я хотел бы напомнить о том следе, который Бог оставил для нас, это написано в Евангелии от Матфея, 26 глава, 53 стих. Здесь написано следующее. Помните, когда Он уже после молитвы пошёл навстречу своим врагам, и когда они пришли для того, чтобы взять Его, и там Пётр вытащил меч для того, чтобы защитить нашего Господа. И Господь сказал ему, Пётр, вложи меч твой в ножны. Неужели думаешь ты, я не могу умолить легион ангелов, которые, придя, естественно, всё бы смели, да, и выручили бы меня? Вот этот след, след отказа от самозащиты и оправдания. Бог действительно совершил это. В нашей жизни мы очень часто тоже, Бог хочет, чтобы мы действительно не искали самооправдания, не искали защиты, а готовы были действительно пойти, пойти путём тем, которым пошёл Господь, чтобы мы не искали этого самоправдания. И ещё один шаг, который Господь совершил и сделал, это прощение врагов. Евангелие от Луки, в 23 главе, мы читаем следующее, в 34 стихе, написано следующее, «Отче, Иисус говорил им, Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Те, которые распинали, те, которые ругались над ним, те, которые хулили его, те, которые ни во что ставили его, которые отдали его на смерть, того, который действительно заботился о них, творил им добро, они его отдали на смерть, и он говорит, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот это тот след, который Господь хочет, чтобы мы делали в нашей жизни, чтобы мы совершали, чтобы мы действительно могли вот там внутри, в глубине сердца своего, простить наших врагов, чтобы мы готовы были идти по следам нашего Господа Иисуса Христа, чтобы имя Его было прославлено. И последнее, о чём я хотел бы сказать, это в Евангелии от Иоанна, это след жертвы. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, мы читаем следующее, 17 стих. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять её». Господь отдал, Он действительно совершил эту жертву, Он отдал жизнь свою. А в своей последней беседе с учениками Он говорил следующее. И Он говорит, «Долюбите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Он хочет, чтобы действительно Его любовь в нас была, чтобы мы готовы были нашу жизнь пожертвовать ради других, чтобы мы действительно могли вот оценить то, то, что Он сделал для нас. Сегодня вот эти знаки, которые мы видим перед собой, хлеб и вино, они говорят о том, что Господь сделал для нас. И Бог хочет, чтобы мы действительно в нашем сердце и в нашей жизни могли сделать так, как Он хочет. Первое. Помните, в послании к римлянам написано в 12 главе. «Итак, умоляю вас, милосердием Божьим, говорит Господь». Вернее, апостол Павел говорит, «Представьте тела ваши в жертву живую и святую, благоугодную, для разумного служения вашего. В жертву живую и святую, благоугодную. Не ту, которую я хочу, а ту, которую хочет Он. И Господь хочет, чтобы действительно мы могли отдать самого себя в жертву Господу. Я думаю, если бы в нашей жизни было так, я говорю сегодня прежде всего к своему сердцу. И очень часто в моей жизни идет такая борьба, когда Бог как бы хочет, чтобы действительно в моей жизни была эта жертва. Жертва посвящения моему Господу. Не всегда я выхожу победителем в этой борьбе. Но Бог хочет, чтобы действительно я оценил и дорожил и мог поступить так. И он хочет, чтобы действительно помните в Евангелии, не в Евангелии, а в послании к евреям в 13 главе, там, по-моему, 13 глава, 15 стих говорит так. «Итак будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уз прославляющих его имя». Готовы вы сегодня принести эту жертву? Сейчас. Прославить его святое имя за то, что он сделал для нас, за то, что он искупил, за то, что он заключил с нами завет, за то, что он оправдал, ломыл, очистил нас. Он так много привилегий дал нам. И он хочет, чтобы сегодня мы принесли эту жертву хвалы, чтобы мы прославили его и возвеличили. А в нашей повседневной жизни, чтобы мы поступали так, как он оставил следы. Да благословит он нас в этом. Аминь. Помолимся ему. Благословен ты, Господь и Бог мой, благословенно, свято и велико имя Твое. Господи, слава и благодарность Тебе за Господа моего Иисуса Христа, которого Ты отдал в жертву за грехи мои. Благодарю Тебя, Господь, что Ты пожертвовал жизнь свою, чтобы сегодня я мог жить для Тебя. Господи, Ты оставил эти следы. И Ты напоминаешь сегодня мне о том, чтобы я следовал по этим следам. Чтобы я действительно готов был служить всегда всем и каждому, Господи, кто нуждается в этом. Дорогой мой Господь, чтобы я был первым там, где есть нужда. Чтобы я был прилежен в своих молитвах, Господи, пред лицом Твоим, о моих братьях, сестрах, друзьях, о тех обстоятельствах, в которых они находятся. Молю и прошу Тебя, помоги мне, Господи, также быть человеком, который исполняет волю Твою, который не свою волю исполняет, но Твою. Чтобы я не оправдывался и не защищался, но весь суд предавал Тебе. Господи, научи меня этому и помоги. Благослови, Господи, чтобы я мог прощать врагам своим, прощать обиды, прощать то, что иногда порой бывает трудно сделать. Помоги мне в этом, Господи, следовать путями Твоими. Благослови, чтобы и в сегодняшний день, принимая вечерю, воспоминания и вот Твоих страданий, той жертвы, которую Ты принес, я был готов, Господи, следовать за Тобою, быть Твоим учеником во все дни жизни. Помоги мне и в этом, Господи. Нуждаюсь Тебе в силе Твоей. Молю и прошу Тебя за каждого, кто находится здесь. Ты знаешь, Господи, сердце каждого, Ты знаешь борьбу, Ты знаешь там, где, Господи, нужно прощение, там, где нужна прилежная молитва, где нужно служение, где нужна жертва, где нужно действительно, Господи, быть похожим на Тебя. Молю и прошу Тебя, услышь таковых, прийди на помощь, яви Твою милость и благодать даруй. Мы благодарим Тебя, что Ты не погнушался нами, что Ты заключил с нами завет, что Ты оставил нам эти знаки, чтобы мы постоянно помнили об этом. Тебе же, Богу нашему, слава и хвала за все, ибо Ты достоин этой хвалы, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 ПЕСНЯ 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 Братья и сестры, я хотел бы наше внимание сегодня обратить на вторую главу послания Ефесянам. Мы будем читать всю главу. Хотел бы, чтобы мы были внимательны, потому что в этой главе показан, наверное, путь каждого из нас. Она начинается тем, что показывает, в каком мы были состоянии, кем мы были. Она говорит, что мы были безбожниками. Это не означает, что мы отвергали Бога. Это означает, что в жизни нашей не было Бога. Она говорит о великой любви Божией. Она говорит о подвиге Иисуса Христа. Она говорит о том, какой ценой мы достались Господу. Она говорит о крови Христа и о том, что через эту кровь мы сроднились и стали одной семьёю. Она говорит о нашем примирении с Господом через крест Голговский. И она говорит о том, кто мы теперь, проводя нас путём, кем мы были, что нам дано Богом и кем мы стали. Она говорит о том, что мы теперь сограждане и святым, и свои Богу. Будем читать. «И вас, мёртвым по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по Своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мёртвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих великах преизобильное богатство благодати Своей и благости к нам во Христе Иисусе. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы – его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плоским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, отчужды заветов, обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший, стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью и своею, а закон заповедей и учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя, благовествовал мир вам дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает, святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Думаю, эти слова не требуют дополнения, да благословит нас Господь воспринимать эти слова, размышляя о них. Мы будем совершать молитву над хлебом. Перед молитвой я прочитаю о том, что это заповедь Господня, о том, что это установление Господне, и апостол Павел говорит о том, что «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб. И, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие с тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечеря и сказал, «Сия чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет посему. Кто будет есть хлеб сие или пить чашу сию недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пьет, ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Отец наш Небесный, поклоняемся Тебе, Господу нашему, благодарим Тебя за любовь, которую Ты вил к нам в Сыне, за то, что Ты послал Его на эту землю, за страдания, которые Он перенес, за тело ломимое, Господи, как много Он перенес мучений, насмешек, оскорблений. Но, Господи, Он совершил путь нашего спасения до конца. Он был послушан Отцу до смерти и смерти крестной. И мы, Господи, благовим Тебя за Сына Твоего, Господа нашего и Спасителя нашего и Искупителя нашего за все эти мучения и страдания. Мы хотим, Господи, поклониться Тебе, хотим, участвуя в заповеди Твоей, понимать, как дорого мы Тебе достались, но также, Господи, сердцами нашими радоваться и умиляться о Церкви, о том, что Ты создал через смерть Свою, Господи, о том, что Ты создал новое родство, о том, что Ты создал народ, который послушен Тебе, который поклоняется Тебе, народ святой, люди, взятые в удел. Помоги нам жить по Слову Твоему, чтобы соответствовать этому званию христианина. Богослови Церковь в участии в этой заповеди. За все Тебя благодарим и славим Господа нашего и Спасителя. Аминь. Аминь. Славьи Бога, Мессия, Гриста, Главная и Рож differentania. Почти. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. И Христос вопиет, что Боже мой, для чего ты меня оставил? Но не сходится креста. Он отдал себя в жертву. Дух Святой показывает нам другую картину. Апостол Петр пишет в своем послании, в первом послании, в третьей главе, 18 стихом такие слова. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Чтобы привести нас к Богу, Христос согласился со всей этой несправедливостью. Не поискал защиты, не стал оправдываться, потому что мы бы не пришли к Богу. Если бы Он освободился от этих мук, мы бы погибли. Люди написали такой стих, песню, «Как хотел бы я в свое признание вырвать гвозди из пронзенных рук?» Вот по-человечески казалось бы жалость, но насколько здесь нерассудительность и неразумие. Если вырвать гвозди, это наша погибель. Если Христос не на кресте, мы погибшие. И поэтому Христос не сошел ни со креста, не отвратил себя от то, что Его били, то, что на Него плевали, Он написанно пренебрег посрамление. И Дух Святой показывает нам, что вот за претерпение смерти увенчан слава и честью Иисус, чтобы нам прийти к Богу, чтобы мы были сограждане святым, и свои Богу Христос претерпел все это. Иисус перенес все это. В книге Откровения мы читаем такие слова, когда спасенные души провозглашают, написана 5 глава, 9 стих, «Их поют новую песнь, говоря, достоин Ты взять книгу, снять с нее печати, ибо Ты был заклан и кровью Своею, и скупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени, и садил нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. И я видел, Иоанн говорит, и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, достоин агнец закланный принять силу, и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал, я говорила, сидящему на престоле, и агнцу, благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили «Аминь», и двадцать четыре старца пали, и поклонились живущему во веки веков». Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Чем будут наполнены, какими словами наши уста? Мы читаем, что его словословят. Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних. За что? Он был послушен Отцу. Он совершил дело искупления. Осмыслим это. Прославим Господа, помолимся и возблагодарим Ему, не останемся неблагодарными. Он достоин чести и славы из наших уст. Аминь. Будем молиться Ему. Господь наш, Отец Небесный, мы поклоняемся Тебе, превозносим Тебя и благодарим Тебя за милость Твою к нам, за Твое человеколюбие, Господи, за благодать Твою, за Господа Иисуса Христа, за возлюбленного Сына Твоего Единородного, которого Ты отдал в жертву и милостивление, чтобы нам прийти к Тебе, Господь. Благодарим Тебя сердечно за любовь Твою, Божия. Благодарим Тебя, что Христос создал Церковь Свою. Благодарим Тебя, что и мы в этом числе, Господи, и имеем это родство и с Тобой друг с другом. Благодарим Тебя, что еще раз в жизни нашей Ты даровал ту возможность участвовать в заповеди, Господи. Благодарим Тебя за образ Иисуса Христа, который Дух Святой начертывает в нашем сознании, за все то, что, Господи, Он сделал для нас. Слава Тебе и благодарность. Благослови, чтобы нам жить, прославляя имя Твое Святое, принося плод во всяком деле благому, принося много плода, Господь, чтобы нам действительно быть учениками Твоими, Христовыми. Благослови, чтобы имя Твое прославлялось и светилось в жизни нашей. Мы поклоняемся Тебе, Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Благодарим Тебя, Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аллилуйя, 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 аллилуйя Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.